Я порву тебе лицо. Кому? Смотри, Марьян. С твоим бывшим парнем. Фейс хочет избить бывшего парня Марьяны Ро. Хованского вызвали на Версус. На каких условиях согласен участвовать блогер? Узнаешь в этом видео. А сейчас по традиции поставь всего один лайк. Сможем набрать 30 тысяч пальцев вверх. Всем привет, вы на канале Ютуб Тренды. Новый год принес нам новый хайп. Хованского снова вызывают на Версус. Эй, Бухляш, ты заигрался в гангстерах. Думал, победил разок на баттле самого слабого оппонента и всё. Нет. Здравствуй, у тебя лорд. Я к вам с очень плохими новостями. Что случилось? Докладывай. Психоманс, что реальный пейс. Вся твоя опасность молоком стрелять в подель. Юра, твоё время уходит, я просмотрюсь старичок. Второй озон параша, Юра, ты не режиссер. Музыкальный блогер Алишер Моргенштерн, который известен роликами «Трек за пять минут», записал диск на MC Хованского. Рэпер возмущён тем, что Хованский стал кумиром у молодёжи. Но за всем его музыкальным творчеством стоят гострайтеры, битмейкеры и саунд-продюсеры. А сам Хова лишь светит лицом. В этом стадии! Вет, вет, вет! Спасайте за отницы! Слушай, сидеть у Хованского! Я тебя сук даю, я буду гангстером! Чтобы доказать обратное, Хова должен принять вызов на Версус. Но не всё так просто. Бэтл должен проводиться на битах. То есть в формате BPM. Ларин и Джарахов уже участвовали в таком баттле. И мы поняли, что блогерам сложно держать темп, попадать в бит и запоминать текст. Каж, ты знай, я рэп, самурая, ты кей-гай, тут голубей рай. Ты со всеми пил здесь, я не хотел тупым лезть. Версус BPM покажет, сможет ли русский гангстер читать рэп. Или всё, что он делает, лишь клоунада. Блогерам пишут тексты, сводят за них музыку, делают им музыку, клипы. А они выдают это за своё творчество. Мне это не нравится. Но какова была реакция Хованского? Гангстер возмутился тем, что его вызывают соперники не его уровня. Где Ной СМС в конце концов? Позже батя решил поторговаться с ресторатором. Свой баттл он оценил в 2 миллиона рублей. С одной стороны, ресторатор понимает, что баттл соберёт десятки миллионов просмотров, а значит можно продать много рекламы. Реклама ставок продаётся, а вы хаваете это? С другой стороны, он получит хейт, так как блогерам не место на Версусе. А ты бы посмотрел на Хованского на битах? Пиши своё мнение в комментариях. Кто из оппонентов тебе кажется сильнее? Вы часто спрашиваете, какую игру я показываю вам на видео. Сегодня это War Thunder. Как видите, тут можно поездить на мощных танках, полетать на самолётах и даже примерить костюм Железного Человека, чтобы уничтожать своих врагов. Игра бесплатная и быстро качается. А перейдя по ссылке в описании, вы получите два топовых подарка на выбор. А вы слышали? В сеть слили песню Марьяны Ро без обработки автотюном. Поверил? На самом деле это шуточный кавер на песню Мега Звезда. Певица Клава Кука активно ведёт свой канал. У неё много интересных рубрик, связанных с музыкой. Хоть каверы при помощи кричащей курицы уже не в новинку на Ютубе, но всё же мне понравился её эксперимент. А сейчас то, что и новостью назвать сложно. Марьяна Ро превратила свой канал в Дом 2. Практически каждый день Рожкова запускает трансляции, в которых без купюр можно наблюдать за её отношениями с Фейсом. Правда, там творится какой-то трэшачок. У меня жопа чешется, Ваня. Да, да я почешу. Да я сама уже. Блин, жопа чешется. Ваня, 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 открой, пожалуйста. Ваня, жопа чешется. Я на две облетела. У нас такая. И полоска. Не могу, реально чешется, задница. Давай, выдержу. Да нет, да как-то странно чешется. Короче. Да подождите, всё, дай я потом нормальную жопу почешу и вернусь. А чё ты такой фигелый? Кто-то пухает? Кто? Ваня, Ваня! Не, я не пердел. Я тебя пёрнул, я бы со звуком сделал, чтобы люди усилили. А теперь представь, как она снимает свои видео. Все эти неудачные моменты вырезались при монтаже. Хотя нет, не всегда. В общем, на ютубе боролись за качественный контент. Но он всё упорнее деградирует. В последнем стриме Фейс даже пообещал побить бывшего парня Марьяны Ро. Ивангая. Я порву тебе лицо. Кому? Геншин. Смотри, Марьян. Своим бывшим парнем. Всем вообще. Бедный Ивангай. И так три месяца не появляется на ютубе. А теперь ему ещё обещают разбить лицо. Конечно, это можно считать просто шуткой. Но всё это подаётся на суд юным зрителям. Единственный плюс таких стримов, это то, что Марьяна Ро отвечает на вопросы подписчиков. Самый популярный вопрос – это беременна ли она? Когда же уже подписчики поймут, что это была всего лишь шутка. Не беременна она. Пишут, что я беременна. Один раз выставил фотографию, типа, где у меня якобы живот, и написано «2 из 9». И они сразу думают, что я беременна. Ну да, я просто уже подумала. Марьяна уже саму бомбит от этого вопроса. Ты даже можешь потроллить её. В комментах под её видео или на стриме спрашивать «Ты беременна?» Как назовёшь малыша? Да не беременна я, вы заколебали меня с этой беременностью, господи. Рожу когда-нибудь, разражусь, но не сегодня, не сейчас. Мы получим ещё много интересных реакций. Какая пара на ютубе тебе нравится больше? Ивангай и Марьяна Ро или Фейс и Марьяна? Пиши в комментариях. Хочу узнать, что думают об этом обычные зрители. А я напоминаю, что игра на фоне «War Thunder». В ней можно не только крушить танки и самолёты, но и ломать деревья, стены и даже целые дома. Регистрируйтесь по ссылке в описании и забирайте свой подарок. Не забывай делиться этим видео с друзьями и оставлять комментарии. Мне важно ваше мнение. А сейчас будь в тренде и пока. Субтитры сделал DimaTorzok